Я училась в художественной школе, у Гавшинской Зои Валентиновны. И, собственно говоря, благодаря ей я вообще начала заниматься живописью, потому что она пришла к папе, к маме, и увидела меня, и говорит, ты пойдешь ко мне учиться. У нее же был набран. Первый курс, там 4 года учились. И я пришла уже где-то полгода прошло. Я, конечно, как бы... Она меня вытащила буквально оттуда. И вот эта раскачка была живописью очень где-то... Полгода у меня вообще ничего не получалось. Но коллективное вот это мышление до сих пор... Там, кстати, Андрей Копылов учился тоже, Борис Иванович сын. Мы в параллельных классах учились. Мы с ним вообще, кстати, с Андреем параллельно идем по жизни. Так интересно. Но это другой вопрос, ладно. Вот. И где-то на второй год только у меня стало получаться хоть что-то. Вот. И Зо Валентина вообще очень интересный, кстати, преподаватель. У нее, знаете, какой девиз был? Больше грязи, больше связи в живописи. Она брала палитру. Хотите, говорит, сейчас сделаю на терморт. И раз-раз из палитры прямо. Вот. До сих пор у меня время такое творческое. И вот у меня все время съедала, значит, моя детская художественная школа. И все. Я больше... Я очень много хотела там, как все дети, и на коньках. Но мне ничего не получалось. Потому что три раза в неделю плюс домашнее задание. И я помню вот эти детские ощущения, когда ты какое-то такое вдохновение, ночью встаешь и начинаешь живописить. Просто вот ночью встаешь и начинаешь что-то делать. Вот. Вот. И я была уверена, в принципе, что я буду заниматься живописью. Потому что когда, ну, в общем, насрылась, я поступала в Ярославское училище. С треском провалилась. Ну, вот. Самомнение было большое. Я считала, что меня возьмет прямо так. Вот. Ну, естественно, меня завалили на моем любимом предмете, на живописи тут же. Потому что я нервничала очень сильно. Но это не важно. В общем, я фаталист. Считаю, что у каждого свое место, значит, так было нужно. Вот. И в итоге я очень не хотела возвращаться. В школу вообще образовательную мне очень было там плохо. Вот. Вот. Пирсик. Вот. И, значит, чтобы было как-то занять время, я решила поступить... Пирсюль, иди сюда. Иди, мой хороший. Что ты, негра... Да что ты... Он вот как мужчина с характером у нас. Вот такой вот. Да, 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 да. Ты мой хороший. Ты мой хорош. Про мышь. Про мышь, кстати. Маруся у нас притаскивает мышей живых домой. Открываешь дверь, она выкидывает мышь, и этот убегает в них. То есть я не знаю, какой он там, мышь, только эти. Ну вот. Так, а на чем остановились? Ну вот. И, значит, чтобы как-то скоротать время и не идти в общеобразовательную школу, после восьмого уже раньше было, я решила пойти учиться на костерезах. Чисто потому что родители оба у меня там учились. И папа, и мама все у нас там костерезники. Ну а пойду-ка я поучусь. И все. Я причем рассчитывала, сейчас я отучусь три года, и потом снова пойду на живописца. А нет. Вот. Косточка как-то так меня затянула, затянула. И вот до сих пор я думаю, ну ладно, живописцев много, костерезов думаю, ладно. И мне нравится очень. То есть, ну вот так вот, примерно, все это произошло. А вообще, к творчеству какой-то, ну папа, во-первых, потому что я же постоянно росла в среде художников, друзей папиных. Ходила к нему на работу, на все выставки. Естественно, я крутилась в этой среде, общалась с этими людьми, что самое главное, потому что люди очень интересные. Они такие необычные, со своим мировым зрением каким-то. Мне было очень интересно. Причем самое интересное было даже интереснее с друзьями отца, вот когда они приходили, мне же со своими сверстниками. У меня была делима, потому что с общением становилось тяжело, потому что мне казалось, что общаться совершенно не о чем. Вот, ну и потом Зоя Валентиновна. То есть вот получается, и сколько времени уже сейчас пообщается? Ой, очень много. Женщине, конечно, не задают про возраст, но лет, мне кажется, 30 уже тоже. Точно, вот вместе с учебой 30 лет. И причем я понимаю, что как бы, ну вообще мастерство, оно приходит только со временем, потому что это надо, чтобы такой вырос мастер. У некоторых дается легко, у некоторых сложнее, но все равно это время нужно, чтобы вообще понять. Потому что когда я сначала делала, мне казалось, ну как любому такому подростку, что все, что я делаю, это хорошо, потом ты, ну через какое-то время уже понимание. И причем вот материал, он начинает раскрываться до сих пор, каждый раз делаю работу, я никогда не знаю, что получится, потому что такое ощущение, что материал, сначала ты с ним знакомишься, он сопротивляется, а потом начинает раскрываться. И сама работа начинает раскрываться, это каждый раз такой процесс очень интересный. Вот даже говорят, что мужчина и женщина работают по-разному. Мужчина всегда ведет цель и стремится к ней, а женщина интересен сам процесс, потому что никогда не знаешь, что получится. Причем самое интересное, что сам материал диктует, то есть он может и не позволить то, что ты наметила, и вообще идти в другую сторону. И сегодня у тебя получилось так, завтра у тебя получится иначе. А иногда вообще не получится, такие ломки происходят внутренние. Ну вообще очень интересный процесс, захватывающий. И самое интересное, вы знаете, что я все время думала, почему как-то вот папа, когда я начала делать иконы, он говорит, наверное, это неинтересно. Это же скучно, сидеть и повторить, уже же все нарисовано, сделано. Потому что там нет, казалось бы, своей мысли. И я часто думаю, почему немножко так вот художники, которые своей мыслью работают, они немножко скептически к прикладникам. Так, это ничего там, возьми и повтори. А когда ты уже внутри этой темы находишься, ты начинаешь, вот как иконописец, например, город, он уже видит тонкости, как это сделано. И человек, который этого не находится, в этом не разбирается особо, ему кажется, там ничего не происходит. А там такая жизнь. И я говорила сегодня, папа, это очень интересно. Ты даже не представляешь, как это интересно. И кто это делает, он уже может увидеть эти тонкости. Это как у меня сын говорит. Да что там, ручка сюда, ручка сюда. Ничего не происходит. Он пока этого не видит. Вот у меня дочка, она уже видит, она может. Потому что сначала она тоже как-то... Во-первых, культура бывает, ну человек, может быть, вообще этим не интересуется. Но когда человек вот уже в теме, он начинает понимать эти тонкости. Это очень прекрасно. И такие ощущения просто от этого потрясающие. Ну как бы... Потому что я считала, что живопись – это такая свобода, она и остается для меня этим. Но икона вообще для меня вот это вообще захватило. Мне даже сейчас вот какие-то растительные не так интересные. Хотя это тоже природа, потому что ничего гениального, уже все создано. В принципе, мы ничего не создаем. Мы можем только через себя пропустить и выдать результат. А уже все есть, ничего нового нет. Если кто-то думает, что он что-то новое изобретает или что-то... Это неправда, все уже есть. Вот. Задача просто, насколько ты можешь это через себя пропустить и выдать. Вот. И чтобы кому-то от этого... Ну как бы, в принципе, для чего делается? Чтобы кому-то через это стало хорошо. То есть, как бы кому-то, чтобы это понравилось. То есть, это же как эмоции, чтобы человек получил от этого. Если у кого-то... То есть, значит, ну сработало, да? Он почувствовал, значит, он где-то на твоей волне находится. То есть, люди разные, не обязательно мои работы должны нравиться всем. Это ненормально. То есть, нормально, что, ну как, что есть люди, которые похожи на меня где-то. Есть наши... Граньки совпадают, да? Вот. И они могут увидеть то, что вижу я, да? Почувствовать. Это уже достаточно. То есть, у каждого свой зритель. Это нормально. Если я не понимаю черный квадрат, ну простите, не понимаю его. Но это же не значит, что ему не быть. Правильно? Кто-то есть, кто-то понимает. И пусть оно будет. Так в любом творчестве. Например, какие-то... Есть же прикладные направления, которые мне тоже не лежат на душу. Ну там какие-то вещи, да? Там, например, яркая глиняная игрушка. Ну не идут у меня эти цвета. Но это же не значит, что этому направлению не быть. Есть люди, которым очень это нравится. Люди очень разные. И я думаю, что не случайно создано эти многообразия, чтобы мы обменивались. Потому что сегодня я думаю, так и чувствую. А я меняюсь, завтра я буду чувствовать немножко иначе. Правильно? Потому что это нормально. Человек должен меняться. Он не может быть статичным. Понимаете? Это жизнь. Иначе он начинает умирать. Он постоянно должен быть в движении сознания, мысли, ощущения, чувства. Зрелость, юность, да? Все проходим. И это, кстати, в творчестве тоже. Ранее, позже это все видно. И люди это чувствуют очень хорошо. Я знаю, что работу нельзя делать, когда тебе, ну как бы, ты хочешь заработать. Вот я сейчас заработаю. Вот не, она не пойдет никуда. Мне не нужны такие работы. Туда надо вложиться. У тебя должно быть хорошее настроение. Ты должен поделиться лучшим, что тебе есть на текущий момент времени. И сделать максимально, что ты можешь сделать на текущий момент времени. Потому что, чтобы кому-то от этого, от твоей работы, кто-то взял, ему стало теплее. Понимаете? То есть там посыл должен быть совершенно другой. Или вообще не делай. Переключись на что-то другое. Копай землю, сходи растения, корми животных. Не важно. Занимайся чем-нибудь другим тогда. Вот. Ну, примерно вот так. Ошибки, ошибки всегда. Они же у всех. Это нормально. Причем я говорю, сначала вот по молодости, оно вот это у всех есть, это свойство молодости. Такое самомнение, какое-то немножко такое эгоцентризм на себя. Я вот мне, я такой. А потом, чем дальше, тем понимаешь, что ничего не мне. А все через тебя. И ты вот такой масенький. И это для тебя, вот то, что данность такая вот Богом, Вселенной, природой, ты еще отработать должен. По большому счету, ты, это только тот, это твой инструмент. Да? И ты сам еще ничего. И вот уходит со временем вот это вот ощущение такой своей значимости. Оно какое-то глупое. Ты начинаешь обращать внимание на уже... Ну, вот что такое, когда значимость? Это я, и ты не можешь видеть других. Да, ты уже не можешь, что кому-то больно. Это мне больно. Вот у меня был такой период на себе, да, вот. И работы были такие же, понимаете. Вот я, я лучше всех и так далее. И, по сути, наверное, все проходят художники, я так думаю, этот период в той или иной степени, больше или меньше. Просто вот когда это включается, что это все как бы человеческий фактор. Вот. И со временем они уже, я говорю, это чувствуется, кто может чувствовать. Потому что люди разные, кто-то вот может не поверить мне, потому что вот часто встречаешься с людьми, которые не в этой сфере. Почему, говорю, очень интересно общаться с художниками, потому что мы разговариваем на одном языке. Потому что они проживают в той или иной степени те же чувства, что я. И мы говорим о одном. Если о другом человеке, он не проживает, он живет другой реальностью. И он меня не поймет, он кажется, что я там что-то придумал или я не права. Но он имеет на это право. Но это просто не мой человек. Все равно мы вращаемся каждый в своем кругу. Хотим мы этого или не хотим. Мы все равно будем притягивать людей, которые будут похожи на нас, общаться на мой язык. И не важно, в какой сфере, кстати, они работают. Не важно. Потому что человек может работать трактористом и быть таким же чувствительным и понимающим. Это не важно. Можно убирать улицу и быть очень хорошим, умным и мудрым человеком. Потому что со временем я научилась, например, отделять начитанность от мудрости. Потому что человек может вообще ничего не читать и быть очень мудрым. Потому что он очень внимательный, характер у него такой. Были моменты. Я, честно говоря, не думала, как это у меня отразилось на творчестве. Это, наверное, со стороны как-то виднее. Потому что, как любой художник, свою работу воспринимаешь как ребенка. Если он неказистый, он же все равно твой. Не зря же художника может обидеть каждый. Потому что ты же там как мог, а тебе раз и не понравилось. Поэтому не знаю, по творчеству не знаю, не мне судить. Я знаю, что в жизни, да, как у всех, это нормально. Изменения. Я думаю, что если бы мне сейчас предложили, давай вот ты сейчас обратно тебе в 18 лет, чтобы ты там молодая, красивая, задорная. Не, мне пришлось много шишек набить. Я не хочу снова по тем же рельсам. Если бы с этими мозгами и ощущением туда, может быть. Но вот так, это вот такие мытарства. Ой. Не. Я думаю, ну, в общем, все как у всех, я так думаю. Импрессионисты очень мне нравятся. Я прям не могу. Это мое вообще. Ван Гог, Мане. Вообще, самое мое любимое. Там что-то такое. Там, ну, как, Леонардо, естественно. Ну, Рафаэль, все, вот, Эрмитаж. Прихожу там. Куинджи наши. Ну, много наших, которые мне нравятся. Причем самое интересное, что-то в какой-то период я могу пройти и не заметить. В какой-то раз. Но то, что импрессионисты, они у меня всегда. Ну, иконы, иконопись, само собой. Само собой. Вот. Храмовое искусство. Вот. А так и вот за душу берут импрессионисты, потому что там такое ощущение, она как материя, как живая. Вот смотришь, и... Я, причем, водила свою подружку в Санкт-Петербурге. Она сейчас туда уехала, Костерес, моя подружка. И мы пришли, я говорю, ты это видишь? Он на первый раз, она говорит, увижу. Я говорю, необъяснимо, что это, что это? Потому что там вибрации какие-то от нее непонятные, ощущение какое-то. Причем, самое интересное, меня знаете, что удивляет? Ван Гог, я прочитала про него, тяжелейшую жизнь прожил. У него такая картина из жизни утверждает, столько в них любви. Мне потрясает человек, когда у него болит все, все у него плохо, и он выдает... Это же такое самопожарство. Мне кажется, это вообще просто взял и сгорел. И выдал это сюда. На, те люди. И вот это до сих пор таким, каким-то светом. Люблю, когда от картины что-то такое позитивное. То есть, если это такая грусть, так она, чтобы светлая. Не знаю, мне кажется, вообще творчество должно... Честно говорю, вот современное творчество, я, наверное, еще из того поколения сложно его принимаю, потому что пошло много какой-то правды, в кавычках. Но она всегда же была там в мире не очень что-то. Есть вещи, которые не очень хорошие во все времена. Но вот как-то один раз попала, была в Центральный дом художника в Москве, и там премия Кандинского. Честно говоря, ребята, там вот эти современные... Не хочешь на камеру говорить. Там очень такие вещи, во-первых, для верующих людей оскорбительные. Вообще непонятно, как их туда пропустили, потому что, ну, если ты не веришь, ну, хотя бы уважай веру других людей. Во-вторых, мясо какой-то, мусор. Для меня это не творчество, понимаете, это грязь. И я вышла, и такое ощущение, что мне помоем и влилили. Но ведь это целое направление. Я его, честно говоря, я его не понимаю, пусть она будет, да, может быть, оно для чего-то нужно, вот это все. Но для меня искусство – это красиво, это красиво, это что-то для души, что дает человеку какую-то надежду позитивную. Потому что грязи и так достаточно. И вот все, что с грязью, мне не нравится. Я не знаю, я за позитив, за какое-то такое, за красоту я. Для моего понимания, красота – это когда эстетика, вот, когда гармония, понимаете. Потому что женщина вообще, она же воспринимает любое творчество, ну, как, интуитивно. То есть не нравится, не эстетично. Почему не эстетично, а Бог его знает, да, ну, что-то вот не то. И причем, знаете, есть вот такие необъяснимые для меня вещи, ну, там, кубизм, там, да, вот все вот эти направления. Кстати, на удивление, вот одному, послешь картину, что-то не верю, да, вот, непонятно. А вот этому верю, непонятно, почему верю. Вот у него все правильно, потому что от нее что-то ощущения хорошие такие. А вот это что-то напридумывал. То есть как эта искусственность, да, и это чувствует очень хорошо. Вот. У меня все верю, не верю, мое, не мое, чувствую, не чувствую. Но при этом ничего не отвергаю. То есть это не мое, пошла дальше. Вот. Вот так примерно. У меня учителя, в основном, самое интересное, вот, общая образовательная школа у меня как-то не отразилась у меня в памяти, как-то каким-то таким пятном, потому что мы там пели хором, какие-то гимны, какие-то странные вещи происходили. И она у меня как-то такое, вот, так как его. Единственное, что учительница в первом классе, там чисто по ощущениям, вот как от бабушки идет, вот такое, что-то теплое дала. Да, причем самое интересное, знаний у меня никаких от школы не осталось, если вообще образовательно брать, да. А из учителей, кого я считаю учителями, это Зоя Валентина Говшинская, естественно, потому что это очень период светлый в моей жизни, который она научила вот находить вот это, когда творчество, вот оно, когда пошло, пошло, пошло. Вот. Ну, необъяснимые вещи, то есть в плане, это не в плане информации идет. Мои учителя не дали мне в плане информации, это в плане совершенно другом. И мой учитель, я считаю, мой отец, потому что он в меня с детства вот это ощущение, я не знаю, чутья, вот понимаете, вот приходишь даже, когда что-то делала, я ему мучаешь, думаешь, что-то не так, понятие. Он приходил, точно говорил, то есть он четко чувствовал, где чего не так. Причем он был мужчина, казалось бы, да, мужчина, женщина по-разному, очень чутко. И все время, когда говорят, вот мужчина, они по-другому устроены, у меня нет, у меня отец был, он все, он меня понимал, знаете, как хорошо. Я была удивлена, он мужчина, но он меня понимал настолько четко, что я чувствую, как я делаю. Он мог сказать в нужный момент правильное слово, поддержать тогда, когда нужно. Настолько был чуткий человек, и поэтому, когда мне говорят, не мужчина, я говорю, как-никак, он у меня отец, все нормально, и у нас многие художники, нет проблем в общении, все прекрасно чувствуют, не надо даже ничего. То есть что отец, Зоя Валентиновна, вот, ну, из кассирезов там, ну, с Буторином я общалась, конечно, он очень, он таким философом очень был. Мы, когда я у папы в мастерской, там, у которого сейчас уже нет, сидели, мы очень долго там философствовали, он очень такой философ, очень интересно с ним было. Вот. Ну, у Колобова Лида в свое время мы с ней тоже очень интересно, она приехала еще тогда, я там совсем молоденькая, после Ломоносова мы с ней общались, она мне казалась, ну, она сейчас, наверное, такая, я не знаю, я с ней давно не общалась, мне она казалась такой очень умной, я таки чувствовала себя таким, ну, дубом, понимаете, потому что она умела правильно говорить, она какие-то такие, а я как-то так все с деревни сломалась, но она мне казалась очень мудрой такой, ученой такой девушкой, вот, то есть впечатление. А так, друзья, к папе приходили, кто, вот, художники, они общались, я все время там слушала, там, что-то слушала, музыку, которую они слушали, и так далее, Высоцкий, Агуджава тогда, что было, вот. Такое направление, ну, вот так примерно. Ну, как, я вообще пришла в Ломоносово, ничего не умела, там потом кровью сидели, ковырялись, что-то. Навыки со временем приходят. Это холмогоры, да? Да, холмогоры. Ну, это, понимаете, вот, ребенка после восьмого класса, остров, да, замкнутое пространство, деревня большая, Вы понимаете, и городского человека, посидели в общежитии. Вот мы до сих пор с девчонками, которые мы жили в общежитии, это же отдельный мир, то есть человека выбрасывают, и ты в социуме один, тебе некуда деться, ты кровать, условия такие, мягко говоря, после квартиры, когда снег на окна с этой стороны, и ложимся в шубах и в валенках втроем, чтобы не замерзнуть, вот, ну, такие мелочи все. Вот, вечно голодные, самое интересное, но это время очень счастливое, потому что ты из семьи, когда ты под опекой, и ребенок, ты попадаешь в социум, и ты учишься там жить, потому что все твои огрехи тебе тут же возвращаются, тебе не позволяют этого делать. И вот мы до сих пор с этим девчонки, это уже как родственники, просто-напросто. Просто кто прошел эту жизнь, это уже родственники, мы уже говорим на одном языке, до сих пор общаемся. Вот. И это целый мир, потому что из городского ребенка в деревню, и тебе там это все костереза, и там студенчество, и вот эти какие-то душевные какие-то переживания, там, естественно, первой любой, и вот это все. Значит, мы живем, ходим в валенках такие, ну, деревня, знаете, вообще, вот, причем в шубах каких-то, там же 4 километра по реке надо пройти, вы понимаете? И вот я кому рассказывал, вот, ну, как бы, там, во-первых, ну, дискотеки вот эти, да, все смешные, но очень дружно, потому что все у друг друга на виду, вот, это целый мир. И мы там 4, вот, сколько, 3 или 4, господи, уже не помню, 3 года учились, 4 работали на фабрике, то есть это 7 лет, вы понимаете, вот в этом мире. В совершенно другом. Там же поля, там очень красивые места, лошади, там, ну, вообще, красота, свобода определенная. И там требования, ну, то есть, если в городе, вот я в чем сравнила, вот, в школе я училась, никому никого не было дела, потому что, ну, и мы даже не знали, кто как живет. Вот, уходили домой, и все. А тут же все, один коллектив, это совершенно по-другому. И поэтому, у кого вот школы не было, вот, общежития, они, ну, это чувствуется, они немножко такие по-другому к людям относятся. Ну, им сложнее, я бы сказала, потому что люди, которые прошли, им легче. Вот, общие корочки деления, значит, когда голодуха, и чай там в чашечке, вот, и было не зазорно прийти у кого-то, отпить из чашки, что не принято. Вот, у нас совершенно, да, вот, у меня сестра, она, я когда приезжала, она говорит, ну, что ты как дикая приходишься там. Ну, вообще, интересно, да. Так что у нас творчество там развивалось вот таких хороших, я бы сказала, условиях, потому что в городе, мне кажется, сложнее. Вот, и люди там, ну, деревни, они не такие, ну, как бы, цивилизации не такие испорченные. Но они там, вот, многие, некоторые ребята у нас там и остались, живут до сих пор в Ломоносове. Да, вот, у меня сосед живет, оба костереза, я говорю, мы идем по паре, это вот сын Парис Ивановича, вот, у меня соседи, вместе в художку, вместе в костерезную, вместе жили на привокзальной, потом вместе здесь уже живем сколько лет. Вот, дети друг другом дружат, вот мы так все по паре. Потом, ну, кто? Ну, вот, Ломоносова, там Лысовы живут, это вот просто я их знаю. Здесь Буторин, Богомолов, но они позже курсом идут, тоже с Ломоносова. Аня Храмулина, в Северодвинске работает. Потом, что еще, кто у нас? Ну, свои курсовые я знаю. Ну, ничего, не помню, сейчас что-то вышибает, ну, ладно. Раньше я ездила в Москву, пока с интернета не было, то есть компьютера не было, там все время, там даже просто какие-то есть лавочки, на которых костерезы, ну, вставляются. Ну, выставки, ну, есть еще музей есть в Москве, очень хороший музей Востока. Там восточная кость, очень красивая, там целые бивни такие вырезанные, такие, вот много чего. Потом Эрмитаж, там кость есть, ну, есть. Ну, а так, ну, обычно, вот недавно ездили в Салехард, мне очень понравилось, туда съездили все костерезы, в Тобольск, там, Лен, там, Агадан, много чего. И там вот эпицентр именно костерез, ну, то есть оно костерезное только искусство. И меня поразило, потому что холмогоры, конечно, у нас уже традиционно вот эта тонкая, очень резьба, и уже когда привыкаешь, ну, там уже технически, знаешь, как это сделать, ну, вот, уже трудно удивить, да? А там скульптура, ой, какая там скульптура, какая красота, там композиции, там на мысль работают, там мужчины выставлялись, они не техникой, да, а мысль, там такие, я была вообще в восхищении, я ходила, думаю, ну, надо же, как это, очень, такие вот философские вещи, понимаете, у некоторых даже там техника, ну, так себе, но задумка, как это сделано вообще, какая мысль, какая философия, там Менцалим меня вообще поразил, он под каждым, самое, знаете, что интересное, вот в среде, в любой, да, там есть такая конкуренция, это нормально, да, но есть люди, вот, например, Менцалим, там, меня удивил, он с Тобольска, насколько он трепетно относится к каждому своему, как бы, конкуренту, да, в каждом видит, что это вообще, это дар, я так была поражена, то есть он не то, что настраивается на тебя, он в тебе видит самое хорошее, в твоих работах, и он всем рассказывает это, представляете, с такой любовью, он ни с кем не соперничает, это вообще, так, я была поражена, вообще, и у него работы такие же, представляете, философские, прямо можно писать, там, ну, вообще, ну, это смотреть надо, там, зайдите как-нибудь на сайт Салехард, там, вот, очень интересно. Понимаешь, новые идеи, я чем сейчас, мое направление, иконы, там, ну, ничего не придумаешь, можно только совершенствоваться, и, новыми я ими интересуюсь, но, все равно, мое личное отношение, это, ну, вот, мое предпочтение, сейчас, это иконопись, я смотрю, очень интересно, там, очень интересно, вот, есть редкие очень иконы, как пластика сделана, как передать вот это состояние, это же очень сложно, то есть, вот это сделать так, чтобы действительно икона была, понимаете, а тут, вообще, честно говоря, может быть, не на камеру, но, вообще, такой вопрос-то сакральный, там, надо молиться, иначе не пойдет ничего, искушения пойдут всякие, надо благословения брать, то есть. То, что мои стали узнаваемые, я сама удивилась, честно говоря, потому что я, вот, другие, я могла уже понять, что, ну, как-то там видно, да, что руку мастера уже нарабатывается, уже техника, причем, есть у некоторых дар, которые могут один к одному снять, у меня не получается, то есть, это тоже надо уметь, вот, у меня все равно, я начну вроде, а у меня опять по-своему, то есть, все равно оно свое как-то, и я, например, то, что у меня стало какой-то в своем стиле, вообще, чисто случайно узнала от других, то есть, я сама думала, ну, делаю и делаю, вот, потому что у меня тут батюшка мой знакомый пришел к вам в художественный салон, и был в кресте, который мы сделали, и вдруг Илья говорит, Федухина, и батюшка так удивился, и я удивилась, самое интересное, что меня узнали, даже вот так просто, ну, да, само я, честно говоря, открытие, что уже какой-то свой стиль, ну, например, Танька Полова говорит, вот смотрела, там, по ноге в интернете на твой стиль, твой стиль, я думаю, какой у меня стиль, делаю и делаю, какой стиль, не знаю, наверное, есть какой-то, честно говоря, не знаю, до сих пор не могу понять, честно говоря, ну, как-то я там, наверное, что-то, ну, не знаю, гравирую побольше, не ставим вот не знаю потому что сейчас уже все это в интернете можно в принципе взять идея и снять все равно личностные остается какие-то все но не снимешь их один к одному потому что для раньше как-то что-то придумаешь потому что никому показывать не будет чтобы никто там не это сейчас этого нет делайте потому что все равно будет по-своему стране на один к тому не получится и не жалко господи все равно я не говорю все они сама-то не придумал по большому счету это когда там идея какая-то там это а у меня все равно чего я икону беру тело у меня там идеи моих нет все все уже не мое только через себя по большому счету а как это любому это иначе бессмысленно ты же делаешь это не для себя обязательно нужен будет человек которому ты для кого-то ты это делаешь себя ты делаешь или для кого-то вот я уже говорила что я вообще у меня четкое убеждение что если у меня пришел какой-то то есть желание что-то сделать или например ну я у меня вот значит это уже для кого-то понимаете то есть это где-то уже кому-то предназначено не знаете как интересно было ярмарки своими ездили она говорит женщина пришла у меня серьги какие-то были ну что-то тогда мелочь дело на горит вы знаете я пришла на второй день всю ночь снились не могу давайте эти серьги то есть они и снились уже то есть это ее значит вещь знаете то есть это же каждому надо найти свое я считаю что я делаю для какого-то конкретного человека это все предназначено то есть я должна выполнить то что я должна ну как бы я должна это сделать вот и сделать это максимально хорошо насколько я на текущий момент времени могу честно да то есть там все то что у меня есть хорошее все туда то есть максимально чтобы человеку который ты получил ему было хорошо то есть он какой-то радость почвил что лет это ну не знаю мне так кажется что иначе я грань не надо делать вообще занимайся чем-то другим что тебе приносит радость или окружающим вот обязательно нужны люди которым это нравится тем более если кто-то как бы среагировал сказал доброе слово конечно это как бы подтверждение что ты делаешь все правильно иначе чего чего делать то кому ничего не нужно ну вот это то что ты сделаем кому нужно нет людей которые тебя понимают ну занимайся другим говорят знаете читал так интересно что проверить то чем ты занимаешься действительно предназначение твое или нет если есть люди которые готовы за это платить деньги то есть не то что ты там делаешь и кладешь и вот я такой гениальный и кого нет это должно уйти это должно быть востребовано извне иначе это занимайся тем выращивая огурцы отдавая людям огурцы тогда конечно но все равно у каждого свой зритель он все равно есть все равно есть есть люди которые мимо пройдут я раньше очень обижалась ранимая была сейчас нормально это человек на другой волне ему это не нужно это не мой зритель и не надо чтобы эти работы были у него зачем они ему есть люди которые вот у нее раз что-то он хочу моем значит это его значит им она нужна есть конечно конечно эти люди остаются причем как правило эти люди разные потому что я считаю что как бы человек который вот ну зритель это тоже талант есть люди которые работают там банковской сфере вообще там но я не знаю простые какие-то работники но при этом они такие восторженные зрители во всем знаете в музыке живописи такие причем они обыкновенные там слесаря если такие люди если сырье которым это не надо ну и ладно занимается своим хорошим делом правильно каждый занимается тем что может он в своем месте все нормально языковой барьер потому что языков я не очень мне вот и поэтому сложно понять что не говорят когда говорит переводчик понимаете на по ощущениям но они отличаются конечно от нас даже по культуре вот я ездила когда за рубеж ну не знаю странно у них сейчас вообще очень странная культура я не понимаю она какая-то у них все смешалось не знаю мне кажется как не все то есть как любой культуре есть же люди которые так носители вот какого-то но вот то что я видел мне как-то скучно там не знаю почему что-то какой-то душевности что ли нет не могу понять у них там в храме понимаете выставки к это какие-то странные выставки какие-то странные искусство честно говоря какое-то но непонятно мне вообще мне кажется вот у нас вот это современное то что он сойдет это вене оттуда знаете у нас же этнические корни у нас культура такая и у нас вот это все задвигается то что самое ценное мы как папуасы которые вот на бисера вот это все понимаете придает вот этнические корни забывается наш в отличие не но люди там тоже разные я говорю за рубежом есть люди вообще очень такие как везде их найти еще надо вот с нашими проще мы на одной волне все равно потому что я в норвегию есть у меня все странное ощущение мне кажется им очень скучно то они такие тоскливые благополучные ну просто вот тоска мне ощущение депрессии просто там при всем этом там шикарная природа я там так уходила и в природу любовалась красотища а люди такие они блин таким плохо вот такие они такие ну да какой то у нас конечно там много там неудобств но мы какие то не знаю у нас есть чем заняться мы постоянно в движении чуна да говорят у с этого человека богатого у нас хоть это ну как бы на выживание там надо на хлеб заработать чуть-чуть вот они уже все есть чуть делать дальше это как мне понравилось там какое-то высказывание читает женщина у меня все хорошо у меня хороший муж хорошие дети у нас достаток в общем как жить дальше поэтому если у человека еще не творческой вот этой потребности то есть он не реализуется так вообще тоска потому что тут вот если вообще я читала я согласна что качество жизни если ты можешь радоваться мелочами если ты осознанно да можешь видеть солнце ну как всходит там обращаешь внимание на птиц на растения то есть ты вот живешь и ты включаешься в этот процесс который происходит то есть ты уже счастливый у нас кстати здесь очень красиво у нас тут фонарей нет назад какие звезды на сенье так видно вот так что если конечно норвегии которые видят их красоту может они счастливы но это очень незаметно почему-то не знаю наши понятнее я я вот когда была если мы там франции люксембург германия менталитет вообще другой я не смогла там жить они мыслят иначе они мыслят иначе они другие вот я я поняла что красиво чисто но как то здесь как то ну не знаю закрытость какой то у нас все таки люди если ничего разговаривать ни о чем правильно то есть если какая-то дистанция постоянная очень очень тяжело больно когда дистанция как бы нельзя не положено вот у меня ощущение то европы такой при этом культура очень там старая сохраненная знаете что первый признак когда цивилизация гибнет знаете какой культура задвигается на перестает функционировать и все то есть пока есть культура пока люди чувствуют корни этнические там музыка во всем да и когда вот это есть душу кто-то теребит ну как бы человек чтобы не спал и не стал просто там роботом животным ну то есть то есть то есть он чувство душа чтобы живой был что потому что а так спячка то есть жизнь тело поел поспал наделся красиво как наряжать мертвеца говорит а какие у нас пришли вот сейчас союзы молодые это вообще с такой натиск я такая свежая кровь и знаете ощущение вообще молодого что-то такого задорного ух вот надо не конечно есть причем понимаете как в любого у любого человека есть этапы через которые ну как бы мудрость еще прийти ведь надо но если конечно изначально рождаются как-то мудрые такие но не всегда и поправить и вот эта мишура она отпадет но посыл у них есть однозначно ниже наши не наши все это придет и все это то что отшелушатся попротестует сначала как обычно там все же там это ну нормально это период такой надо через себя пропустить на веру все не принять но это нормально пропустить выдать свое и потом прийти к этническим корнем это нормально это а сначала идет насчет от простого сложному а потом от сложного простому всех этот период нормально сейчас пока у молодых к сложному идет потом путь туда мы были в целехарде говорили много об этом что время фабрик прошло это очевидно артели точно то есть станции единичные мастера которые для которых ну как это как живописи то можешь если не можешь не писать тогда пиши а если можешь не писать не пиши ну то же самое если это их образ жизни они чувствуют отдушину в этом то будут так все просто это все они вот это такое не очень выгодно и трудоемкая материал все это сейчас мало кто уже я знаю на в ломоносе уже трое учеников на фабрике я думаю что скоро все это чтобы туда не вкладывали это мое мнение администрации останутся мастерам будет может быть учить своих детей кто и все и будет совсем немного пока по крайней мере на ближайшее время может быть там что такое что произойдет когда чудо но я считаю что многое не надо много не надо это все равно очень личностное то есть достаточно так хочу опасность им тоже надо жить то есть они же там заплошку риса понять то можно чисто по-человечески что они выживают он показывали целые цеха сидят они конечно переводят этот мамам там такими мы там эти кусочки ели купишь накопишь там вот а там целые бивни сидят они круга круглосуточные обстоятельствуют люди за еду вот и почувствовать можно но и я не знаю я же как мое все равно будет моим понимаете то есть насколько мне есть возможность я буду делать тем более все таки мне уже не 18 и там сколько я еще успею сделать бог его знает насколько мне силённо хватит здоровья и так далее то есть на мой век хватит дальше видно будет но в любом случае ну на скорее всего мамонта может не будет потому что и выкопают его конечно здесь продадут и рассчитывать на то что достанется нам на остатках еще поработаем нам повезло мы успели вот следующие я не знаю на чем будет работать честно говоря поэтому их будет еще меньше так что скорее всего что-то останется но будет очень мало и вот эти работы что сейчас делается они наверное уже из последних честно говоря то есть скоро это уже может вымерить не дай бог но есть такая штука не еще будет просто по крайней мере мамонты вот эти работы хорошая икону ну-ка ты еще сделаешь кроме мамонта там рельеф не будет виден четко не может не кашелок и шоу то тоже нет можешь практически а из лося ты его не сделаешь то есть иконы тоже я думаю у кого он еще будет этот материал кто-то в москве вот сидит но на заказчика работает кто-то поставить на тем будут а у нас вот не знаю кто сможет еще купить это все дело так что я фаталист как идет так идет нормально вот так что чем другом будем делать на живопись перейдем наконец-таки пока пока жизнь складывается так что физически не хватает времени но желание есть я думаю видела какую-то передачу бабушка в 70 лет начала же выписать такие у нее картины вообще ну кто знает может даже удок и может я в 70 что-нибудь там для себя конечно естественно так для души что нибудь тем более техни сейчас много информации много где можно взять но так потребность равно в цвете есть но довольствую с тем пока другие делаю тоже красиво хорошо вот так заняться в жизни много чем можно интересным по большому счету реализоваться игры можно шить вязать я не знаю там лепить вырастить цветы овощи всякие диковинные заняться лучше художники интересные но сложные поэтому можно это как и папа все время говорил мне держись говорит держать удар потому что можешь получить в любой момент может один скажет что это хорошо а второй скажет что это совершенно плохо потому что вкус их не спорят и видение разного людей они на все имеет как бы если ты будешь все воспринимать вот так буквально да и все больше не будет работать нет это нормально держи удар то сидишь и держишь удар но не надо к этому так катастрофически относится все равно всем не угодишь и надо все равно делать так как ты чувствуешь ну уж выше себя не прыгнешь как может так делаешь не нравится делать вот я же тоже ну как бы ну не всех художников вот мне надо что ну это ж не значит что им не жить пусть делают кому-то же нравится значит хорошо есть мои кто мне близок но при этом критиковать их не буду вот то есть что-то сегодня так вот так нормально сколько с 2003 много лет прошло но я я в принципе вы знаете из союза с детства я там с попыток я как-то вроде как и ну документально подтвердилась и все так мы я там у меня там и детство прошло все то есть среди всех этих художников так что это я не помню тоже ржаховский ли кто-то сказал говорит но неужели мы еще своих нибудь вот не знаю как час молодым вступается как они там у нас чувствуют но я смотрю сейчас уже и в правлениях у молодых там берут в общем как-то жизнь идет вот все ты движется во-первых я была на юге вы знаете такая прессии красочности природы все-таки север мое место потому что люди здесь это не я от отмечаю что они более не на совесть ли вы или что-то не знаю то есть они более честные такие суровые причем люди разные но это вот сравнение чувствуется да когда север потому что люди очень отличается кто приезжает сюда они понимают что люди другие вот и то ли это природа у нас вот этот климат тяжелый на выживание иногда холода и мы такие немножко там мобилизуемся потому что говорят люди когда солнце много они так расслабляется немножко вот и одному вынужден там уже задумываться там что-то до мыслить вот и конечно север да с этой но все время говорю вселенной не ошибается родился здесь значит есть твое место нечего бегать вот адаптируйся у меня в детстве прошло в деревне там вообще баташком перекрою дверь щитоку все друг друга знают но при этом никто не отменял там все равно какие-то интриги там что-то немножко немножко ругается но это все по-доброму как-то не знаю никто ничего нет люди прошли вообще все люди прошли войну вот этот голод они другие они как-то когда немножко какие-то решения чтобы горе до видеть чтобы горе видеть то надо нет тоже в общем надо путь совесть есть чтобы вообще понять что то потому что пока ты этого не хлебнул чтобы понять другого человека на основу побыть в этой ситуации тогда ты уже более вообще где-то читала что люди которые вот сейчас даже война в луганске в них уже печать войны они уже совершенно по-другому к жизни относятся то есть уже вот эта мелочность она все уходит потому что по большому счету человеку не так много надо чтобы быть счастливым не так много надо тем более если есть дело которое тебе нравится которые какую-то радость приносит у вообще счастливый человек к ты встаешь и думаешь и что и буду там вот сейчас я вот это сделаю потом получилось это как результат какой-то еще кому-то понадобится лицать это вообще мало того что ты сам в этот момент там прожил это все до период жизни потом это кто-то кому-то еще будет хорошо это же вообще раньше было а сейчас вот как-то так складывается что заказчики мне доверяют вот как-то так получилось что раньше какие-то 4 но надо было выживать и делали какой-то иногда ерунду я не помню что сейчас помнить но совсем то уж такого что ну просто немножко не мое направление но делаешь потому что надо между прочим свое время а вот когда всем было тяжело в 90 тоже не было заказов ну клеили обои в таможне там ну как все в общем чем могли выживали поэтому там уже не до творческих амбиций амбиции когда тебе детей надо кормить правильно вот мне души это как папа говорит есть это а вот для души еще надо заработать то есть ну как бы время вот эта возможность ну а сейчас уже как-то не знаю заказчики доверяют и я через себя вообще не приступающий слава богу потому что если что-то мне предлагать я лучше я говорю это не мое направление дает там ребят кто делает например скульптура я не очень да не мое я говорю вот этот сделать лучше я даю просто заказы и все делаю в основном то что мне хочется тем более со временем как бы делаю долго вот и у меня не получается быстро и поэтому все равно многое то я не успеваю сделать и поэтому я лучше как бы ты ну если нет то что я хочу я лучше сделаю на выставку чем-нибудь тогда у меня есть там задумки вот они у меня лежат сейчас там яйцо у меня лежит просто пока еще время не пришло бывает так что смотря кому делаешь иногда знаешь как тяжело вообще каждый раз привожу такие мотания вообще особенно если когда крестом например креста кресты вообще дело тяжело ты вообще вот и распятие без молитвы нечего делать просто тяжело переругаешься совсем свет выключать все я тут один раздел мне попросили мощевик сделать под мощи под мощи у меня отец роман был знакомый мы с мужем он попросил нарисовать проект иконостас сделать горит ребята готовьтесь я думаю шутит о вы все переругались у нас подключая свет в воду мы сидели со свечками это вообще это вообще будет нормально я говорю последний чуть ли вот я говорю вот мощевик дело и вот мне надо ее нести уже завтра будет крестный ход мне надо к коне у меня свет вырубили значит все я значит кто-то ругается кто-то хоть звонит я уже клепиком доделаю там то есть уже вообще электричество нет и вот и я я уже смиренно сижу думаю ладно так что но кто иконы пишет он знает о чем я говорю это как у меня иконопись сейчас живых его нет он мамах все целых роман там его икон вот и у него был но искушение попивал он конечно там и горит все горит собрался икона лежит сейчас буду писать говорит все там ломки такие все встал кисточку подошел звонок дверь открывается это мужик с бутылкой на заказ был тогда выпарки это общает спешно один ржаховки справился не пил начинается пивать ребята я говорю вообще все нервы вымотали я потом уже вся измотана тихо было же больше вообще я говорю господи хоть бы не запил одни женщины выдерживать между прочим но вот я ржаховский молодец и вот он пришел его тихо благословил говорит ни одного пореза ольга не было ты представляешь говорит как только сделать сразу порезал руку ну я думаю что есть это не знаю я не знаю я чувствую я не знаю как сказать то есть мне иногда как бы выразить это все сложнее женщина поймет наверно да то есть что это такое тут вообще на севере же всегда вольные люди были тут не было крепостного да они до сих пор женщины определенные такие вольные то есть не было же таком еще не знаю север север есть есть какой-то я говорю с югом сравниваешь я не знаю как объяснить свобода какая-то мне очень нравится это счастливые люди смотрели да там все сказано там же видно а художники же они же все равно свободны они же и социума все равно как-то как бы немножко в стране как-то не него не очень как бы они суммирки живут вот у меня муж ездил они туда к белому морю вообще и там так интересное но море там деревня еле доедешь магазин там все же друг друга знают и продавщица чё надо ставят баташки то есть не там только свои связь там вообще ничего нету это отдельный мир со своей там властью еще такую значит они вольные они там сходили порыбачили приехали каждый но уже подозрительная личность чё надо совершенно другой город конечно немножко свои плюсы свои минусы север не знаю я бы наверно в другом месте не смогла жить у меня свое время дочка поехала в кострому учиться мы сначала ехали яблоки там у нас же да нету ничего красота какая потом через месяц у меня дочка начала скисать просто привыкла к ну другой другие люди другой менталитет наградни все то есть только сравнение это необъяснимо это надо поехать и понять причем я говорю ну вот смотришь так же люди пьют ходят там все все то же самое но при этом что то не так вот необъяснимо что то не так непонятно в чем это проект ну в чем это как это вот так и люди наверно более открытые при всей то что сейчас происходит как бы все равно на севере все равно люди более как бы мама моя сказала более порядочные до линии это важно порядочная в деревне и порядочность это вообще было не дай бог ты своим тут это порядочно вот бессовестно не обманывать вот так потому что к сожалению вот курортных городах вот в мегаполисах вот это на ком-то проехаться навариться особенно это уже считается неумением жить между прочим то что могут на севере да это не умение жить вообще-то вот бизнес там особенно в москве но у нас тут хорошие бизнесмены я знаю в москве если ты ты лох мете ты не умеешь жить вот а я все время вот детям говорю что ты делаешь а потом с этим жить не надо не надо не свое то твое будет всегда твоим не надо с этим еще жить надо и поэтому у нас нами люди до сих пор совестливые разные со всеми недостатками как у любого человека но не совестливые они все равно где ну как бы у них вот эта душевность на поверхности на нее далеко копаться не надо то есть там не заросло ничего и до любого можно ну как бы можно же каждого человека там плохие хорошие качества есть у каждого но можно его всегда вот это хорошее быстро развернуть то есть найти у него недалеко тем более в любой человек хочет внимание тепла понимание счастье то в этом заключается вот если как вот в санкт-петербурге у нас друзья тоже живут он говорит у нас каждый сам за себя никому нет дел то есть никто не хочет отдавать все хотят взять понимаете вот это западная тенденция кстати не когда ты для кого-то только для себя хрюшки на счастье а